На плацу 14 отрядов будущих защитников Отечества, а сегодня воспитанников военно-патриотических клубов и кадетских школ края. До начала игры в Зорницу торжественное построение. Боевой дух поднимают наставлениями первых лиц региона и патриотическими песнями. Хоть и мне 25-ти, трудный путь им пришлось в пяти. В этом году участники регионального этапа военно-патриотической игры в течение нескольких дней будут проходить испытания не только по общекомандным, но и по воинским специальностям. В каждом отряде есть командир, медики, топографы, пилоты-беспилотников, военкоры и штурмовики. Штурмовик – это тот человек, который первый идет в бой и первый, кто открывает возможности команды. Это очень опасно, но кто из них? Стрелять бы хотел научиться. Еще пока мы не стреляли с боевых автоматов. Больше всего, конечно, с автомат. Хотелось бы отработать, чем с пистолетом. В первый день Зорницы ребята знакомятся с разного вида оружием, учатся разбирать его, снаряжать магазин патронами. В этом году состязания Зорницы прежде всего направлены на отработку военно-прикладных навыков. В советское время, говорят организаторы игры, начальные военные подготовки школьников уделяли большое внимание. Пришла пора возрождать полезные занятия. Насколько важно быть безопасным, насколько важно чувствовать себя защищенным и так далее. Насколько важно нашему отечеству иметь крепкие границы и быть непобедимым. Насколько это важно. Жизнь показывает, что это жизненно необходимо. Если попытаться обобщить все испытания юных бойцов, то их подготовка основана на трех китах. Культура владения оружием, физическая кондиция и тактическая медицина. Чуть-чуть наклоняемся вперед. У нас повышена рука. В последний день Зорницы отряда ждет пинтбол. Во время игры будут закреплять необходимые навыки поведения на поле боя. Как говорят организаторы, хочешь мира – готовься к войне. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком. День с толком.